Война, день 35. После заявления Шейгу о том, что Россия теперь собирается сосредоточиться на своей ключевой цели, так сказать, освобождении Донбасса, 29 марта его заместитель Александр Форман заявил, что Россия собирается резко сократить боевые действия в Украине, вывести подразделения из Киевской и Черниговской областей. Такие заявления, по сути, ничего не значат. На самом деле, российская армия исчерпала наступательный потенциал более чем половины из 120 батальона тактических групп, развернутых против Украины. И на киевском направлении они просто не могут ничего сделать. Кремле не рассчитывали вести затяжную войну на враждебной территории, тем более против огромной и хорошо мотивированной армии. Похоже, Путин пока не готов идти на компромиссы. Вероятно, он не информирован о реальной обстановке на поле боя своими подчиненными. Вместо этого, россияне просто выиграют время, чтобы ввести еще одно подкрепление с Дальнего Востока. Сейчас подвозят личный состав 4-й военной базы, 2 батальонно-тактические группы из Южной Осетии и 7-й военной базы, 1 батальонно-тактическая группа из Абхазии. Между тем, на стороне Украины воюют так много белорусов, что 2 их батальона объединены в полк-погоня. 30 марта взорвался российский передовой склад боеприпасов под Белгородом. Воздух. Россияне заявили о сбитии еще 10 украинских БПЛА, один из которых Байрактар. Таким образом, по их заявлениям, они уничтожили 36 из 36 украинских Байрактаров, хотя фотодоказательства есть только двух. Север. На теле никаких указаний на вывод российских войск нет. Никто из 35-й и 36-й армии домой не собирается. Части перегруппировываются. В течение последних двух дней ЗСУ продолжали продвигаться вперед. 29-го они атаковали с трех направлений и вытеснили оставшихся россиян из северной части Ирпеня. Атаки на Бучу и Гастомель носили либо отвлекающий характер, либо не столь успешный. Есть подтверждение освобождения села Кухари под Иванковым. Это продвижение ЗСУ угрожает отрезать российские части южнее от снабжения. Северо-восток. Используя Нежин как базу, украинская первая бронетанковая бригада освободила село Слобода, южнее Чернигово. Возможно, к настоящему времени она также освободила село Яхновку, южнее города. Но подтверждения этому нет, и город остается де-факто осажденным и находится под постоянными авиаударами и артиллерийскими обстрелами. Южнее ситуация начинает проясняться. ЗСУ освободили новую Басань, тем самым вынудив вторую российскую армию отойти к холмам и лесам к северу от трассы на Сумы, где они пытаются установить новую линию фронта протяженностью 70 км, примерно по линии Богдановка-Казацкая. В Сумском районе линия фронта стабилизировалась севернее и северо-восточнее города. Деревня Краснополья, дальше на восток, находится под контролем Украины. Украинские операции в этом районе, по-видимому, сосредоточены на 93-й механизированной бригаде при поддержке нескольких пехотных и моторизированных батальонов. Этим силам пока противостоят только 5 батальонно-тактических групп 2-й гвардейской моторизированной дивизии РФ. Все остальные части 1-й танковой армии выведены с Украины в район Курской области. На место 1-й танковой армии сейчас все чаще перебрасываются части, состоящие из военнослужащих, набранных на Донбассе. Несколько человек уже убиты или взяты в плен. Харьков остается под ошесточенными артиллерийскими обстрелами. Там защитники насчитали 180 залпов из реактивных систем залпового огня «Град», поразивших город с 1 марта, и 30 артиллерийских ударов только за 30 марта. При этом российские сухопутные войска не атакуют город, наоборот, их контратакует украинская 92-я механизированная бригада. В районе Гусаровки она нанесла удар по скоплению 3-х российских батальонно-тактических групп, а также в районе между Малой Роганью и Вельховкой, непосредственно к востоку от Харькова. Усиленная элементами территориальной обороны, 92-я бригада уничтожила все три БТГ РФ, захватила их штабы с полной документацией и средствами связи, и около 60 выживших. При этом 6-я российская армия потеряла около половины своих БТГ, а украинцы захватили всю трассу М-03 от Харькова до Чугуева. Примечательно, после уничтожения украинской ЗРК С-300, прикрывающей Харьков еще в первые дни войны, видимо несколькими баллистическими ракетами «Искандер», 92-я механизированная бригада была защищена одним буком. Последний, как известно, за последние несколько дней сбил как минимум один К-52 и несколько российских БПЛА. На фото и видео из района Изюма видно как минимум несколько подбитых самоходных гаубиц 100С и машины поддержки россиян. Достоверно, что село Топольское, Каменка и Тихоцкое остаются под контролем Украины. Дополнительных атак русских в этом районе следует ожидать в ближайшие дни. Российская армия развернула между Курском и Ростовом больше сил, чем было там до войны. Восток. Российская армия продолжала обстреливать Рубежное, Лисичанск и Попасное в районе севера Донецка, но проводила лишь незначительные наземные атаки, все из которых были отражены. Далее на восток и юг украинская армия сообщала о боях на всей территории линии разграничения в районе Донбасса, от Попасное и Светлодара на севере до Угледара на юге, но опять же крупных наземных атак не было. Юг. Мариуполь остается осажденным, защитники которого ожесточенно сопротивляются. Есть явные доказательства того, что россияне захватили две основные военные базы в городе, одну 36-й бригады морской пехоты и одну батальон Азов, но обе были пусты, защитники отошли к круговой обороне в городе и вывезли все припасы. Вчера 49-я армия РФ предприняла попытки диверсионной атаки в направлении Александровки, южнее Николаева, но в остальном находится на общем отходе с севера в направлении Херсона. Вчера ЗСУ освободили Заградевку, Кочубаевку и Орлова. В тылу армии РФ сообщается об активности украинских подразделений на берегу Днепра, как в северной, так и в южной окраинах Херсона. Понеся большие потери в неоднократных артиллерийских обстрелах аэропорта Херсона, ВКС России перебрались на аэропорт Чеплинка. В тылу российские инженеры минируют все, что только можно, например, Антоновский мост через Днепр, к северу от Херсона. Данное видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера и карт НАТО Нарассера.